Всем привет! Сегодня занимаемся капотом алюминиевым. И я по этому поводу потревожил технолога учебного центра Шпицхекер, у которого задал один такой полуторный вопрос. Все-таки, чтобы мне не откуда-то информация, а от одного человека из учебного центра поступил ответ. Как правильно отработать с алюминием, когда я снимаю его до чистого основания, чем отработать по грунту, чтобы можно было гарантировать качество работы. И примерно такого рода мне поступил ответ. Я сейчас сделаю вставку звуковой дорожки, потому что это общение по вайберу. Приветствую, Владимир. Значит, все спросил, все узнал. Действуют общие правила наравне с металлическими деталями по долготе. нахождение металлических и алюминиевых деталей на открытом воздухе. То есть максимально допустимое время это одни сутки, но это значит уже коррозия пошла. Что предпочтительно в нанесении? Шпицхекер рекомендует настоятельно и не делает разницы между алюминиевыми деталями и металлическими. То есть технология окраски запасных частей, она одинакова. Это значит кислотник. Почему кислотник? Потому что создается оксидная пленка на поверхности. Она прочнее и мощнее и надежнее, нежели чем эпоксидная. Эпоксидная создает просто защитную пленку барьерную. Мощную, но тем не менее барьерную. То есть пробить ее тяжело, но тем не менее если туда пошло, то все труба дела. С кислотником он ее травит и создает фактически еще один цветной металл на поверхности. Получается жестче и лучше. По поводу обработки алюминия и по поводу использования абразивов. Значит абразивы те же самые, что и для металлических деталей. А вот по поводу использования должен быть исключительно чистый абразив. Ни в коем случае нельзя использовать абразив, который уже был в работе с металлическими деталями. Почему? Потому что на поверхности этого абразива может быть металлический порошок, который при обработке алюминия вступает в гальваническую связь между алюминием и металлом. И получается, что даже если все хорошо сделал, получается за счет электрохимических связей разрушение алюминия. То есть подпленочная коррозия уже изначально будет заложена. То есть материал будет разрушаться. Поэтому только новый абразив и больше никакого. То есть поработал и соответственно выкинул его. То есть повторное использование после металла вообще никак не допустимо. В принципе, ответ для меня был ожидаемым, но он более концентрированный был, нежели у меня, знаете, как всякая информация в голове из разных источников. Что самое важное по сути? Это работа обязательно новым наждаком чистым. Мы сейчас очистим всю поверхность, чтобы она тоже была чистой. Потому что алюминий он такой активный в этом плане. И по поводу уточнения кислоты и эпоксида. Я думаю, тут как бы все понятно без лишних слов. Приступаем к очистке. У нас поверхность грязно-пыльная. Поэтому я сначала сниму соли. Соль снимается водно-спиртовой обезжиркой. Есть два типа обезжирок. Сольвентная. Это, ну, скажем так, самая стандартная, то, к которой все привыкли. И водно-спиртовая, она используется, да, сказал как криво. Используется там, где положено использоваться. Вообще везде. Но применяется только те, кто красят водной базой. Потому что без этой обезжирки воду нормально не постелить на поверхность. Во всех остальных типах ремонта ее как бы игнорируют. Ну, ее просто не покупают, потому что это отдельная цена, дополнительная. А все стараются сделать как можно дешевле. Но сольвентная у нас никогда в жизни не смоет соли, загрязнение солей. Это можете, знаете, как проверить. Я сейчас так наглядно не покажу, но голыми руками помацайте подготовленный как раз ки элемент. Потом его обезжирьте. Обычной обезжиркой, той, которой вы работаете постоянно. И посмотрите на блик-лампы, там, где вы мацали, там будете видеть свои жирные пальцы. Вот это, эти загрязнения, обычная обезжирка сольвентная никогда не смоет. Смоет только водно-спиртовая. И теперь сольвент, это так, чисто пройтись. На всякий случай снять загрязнения какие-либо масляные, там, что может быть. Потому что водная обезжирка не трогает именно химические. Такие, такие как битум, масло, ну, что-то производное. То есть, получается, что сама подготовка алюминия к грунтованию и окраске, она идет по той же схеме, что и металл. Чистим абсолютно теми же наждаками. Хотя, знаете, я ожидал услышать, у меня почему-то была инфа о том, что алюминий, ну, допустим, металл можно закончить на 120, грунтовать. А алюминий лучше закончить на 180, а то и на 240, потому что он мягче и как бы глубже режется риска. Но я так и сделал, я закончу на 180, потому что я уже, знаете, как впиталась в мозгу эта инфа и как-то не хочет меня покидать. По поводу времени выдержки, я думаю, все поняли. Самый, кстати, часто задаваемый вопрос, сколько можно держать металл готовым к грунтованию, но не отгрунтованным. И приступаем к перетирке. Тереть буду на машинке Rotex фестуловской. Наждаком вот таким, 80-м, это Кубитрон. Плюсик, это означает, что это вторая серия Кубитрона. Они там что-то с керамикой сделали в зерне. Типа ее улучшили. Снимается это все довольно-таки просто, поэтому процесс чуть-чуть покажу и дальше его пропущу. Пока не дойдем до голого алюминия и не перейду на другой тип наждака. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потом еще идет одна окраска. Потом еще идет одна окраска. Далее. Грунт и окраска. Видно, что это были ремонты по причине какой-то. Может быть, где-то что-то было поцарапано, их просто окрашивали. Последний, кто красил, делал это через грунт. Я даже догадываюсь, почему. Потому что вот тут вот видно такой контур. Ну, под этим наждаком сложно увидеть сколы. Он их быстро раздирает. Но в основном грунту это так заваливает целиком плоскость тогда, когда были сколы. И это, ну, такой, знаете, очень спорный момент. Тем более на такое количество ремонтов. Потому что, видите, он не блестит. Он не блестит, потому что вот эти все нижние коржи просто посадили. Сели под лаком, под растворителями, содержащиеся в базе, в грунте, в лаке. И его, чтобы привести в чувство, надо очень-очень много с ним поработать. И то он потом опять будет тускнеть, мутнеть. То есть мастер заливал грунтом сколы. Как бы просадов сильных не видно. Ну, по крайней мере, в таком глянце они в глаза вообще не бросаются. Но это не есть совсем гуд, то есть не есть правильно. Большое количество слоев, вот этот пирог, он ведет к вот такому вот качеству на выходе. Вот тут на лампу видно, в грунте происходят какие-то, не уверен, что вам точно видно, как будто точечки, только изнутри, потыканные иголкой. Они не пробитые насквозь. Это как раз такие и есть. Блин, ну я вам так не покажу. Вот эти вот пальчики, когда брали рукой капот, я даже сейчас предположу, потому что по пальцам очень четко совпадает. Вот так вот брали капот, да, вот он четвертый палец. Несли его, вешали. Потом вот тут вот видно длинная рука, то есть вот так взялись пальцами. Вот это вот как раз те сальные загрязнения, которые остались на готовом грунте уже к покраске. И они вот так вот себя проявляют. Сняли основное лакокрасочное покрытие, четыре слоя, терлось не быстро, не легко. Ушло у меня два круга фестуловских, о, этих, треймовских на фестуловской машинке. В принципе, это нормально. Грубо говоря, я снял два полных капота по толщине слоя. Даже два ремонтных капота вот так. Здесь прошелся смывкой водевской. Что смог, смыл. Тут еще много дощищать наждаком. Сейчас переобуваемся. То есть нам эта машинка уже не нужна. Да, она и горячая, честно говоря. Я потратил на капот два часа с перерывом на полчаса, чтобы у меня остыла машинка. Потому что греется, ну, серьезно. В принципе, у этой машинки есть функция, как и вот этой, получается, мы получаем вот в этом режиме, вот эту машинку. То есть просто эксцентрик 5 миллиметров. В этом режиме эксцентрик с непрерывным вращением. Вот. Ну, возьмем Мирку. Пусть это отдыхает уже. Сейчас обуваемся в 120. И идем, вычищаем все до чистого алюминия. Потом еще посмотрим, есть ли у нас необходимость в 180-ке. Хотя я, наверное, таки пройдусь. Капот весь идеально ровный. То, что тут было пятнами пошпатлеванной сколы. Вся морда залита толстым грунтом. Это чисто лень мастеров, которые не хотят перечищать все, делая, сносить. Хотя бы сколы обязательно нужно расчищать. Гром, шпатлевать и грунтовать в тупые сколы – это неправильно. Капот идеальный. Гром, шпатлевать и грунтовать в тупые сколы – это неправильно. Обрабатываю алюминий 180-кой уже. Скажу так, разница по риске еле-еле заметная вообще на взгляд. Именно по глубине риски. Но видно, что вот тут уже обработано 180-кой. Вот тут кусок еще недообработан 180-кой. Видно просто, что из-за более плотной насыпки зерна, его меньшее. Короче, зерно мельче на наждаке. Лучше убирается вот этот остаток катафореза из алюминия. То есть тут 120-ка уже вроде и хорошо прошел, и все равно видно. Вот пятнышко, вот-вот-вот. Вот-вот. Тут уже прошел, тут пятнышек в принципе нет. Такие вот дела. Сейчас доготавливаем, вешаемся на вертолет и переходим в камеру. Чем быстрее мы отгрунтуемся, тем лучше. Алюминий у нас готов. Сейчас надо нанести грунт в кислотник. Уже добиваю меня на всю машину. Ну, не знаю сколько. Процентов, наверное, 30 литров останется. Обезжирил все просто сольвентной силиконовой смывкой. Сейчас разводим грунтец по объему. Наносить буду с дюзы 1.3, с огола 46.00. Придется два пистолета помыть. Но мне Александр дал, так сказать, морального напульствия. Говорит, что ж ты делаешь, гад? Кто ж тебе разрешил с дюзы 1.7 наносить грунт, который идет в работе мокрый по мокрому? Просто слишком толстый слой. Первое, его не нужно. Второе, если его хорошо не высушить, это в дальнейшем могут быть проблемы. Поэтому нанесем с 1.3 тоненько сейчас его, дабы не подставляться и не подставлять никого. Так, сейчас попробуем, как оно тут себя чувствует. Давление в двоечку. Дюза тут 1.3 стоит, башка клер. Я сейчас зеркал начну с маленьких, чтобы понять, что от меня хочет пистолет. А пистолет от меня ничего не делает. Кто не хочет, говорит, давай работай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Мне кажется я давление слишком большое дал Двойка Ну а пыла как такового нет Субтитры сделал DimaTorzok Первый слой просох Мотовеет и шагер растягивается это 10 процентов разбавителя сейчас будет 20 процентов я налью 15 минут прошло грунт уже на ощупь полностью сухой ну разлился очень прям хорошо получается все стабильно одинаково что кузов что все навесное все в одной шагрени одинаково разбавлена и должно быть одинаково по толщине по идее но это мы померяем чуть позже итог алюминий не так страшно как некоторые его боятся в принципе по сути по технологии обработка вся и подготовка идет так же как у металла то же самое время выдержки до грунтования не более суток если провтыкали время дать последним наждаком риску еще раз не обезжирить и грунтовать кислота или эпоксид это исключительно на ваш выбор можно как то так и другое как на металл так и на алюминий проблем не будет просто что вы примените это зависит от того какой тип ремонта вы делаете и на что рассчитываете сами что еще из полезного да по сути все ничего сложного времени у меня на него ушло чуть дольше потому что он ремонтный уже был неоднократно ремонтный но такой ремонт на такой ремонт я могу гарантировать что сколы будут образовываться меньше потому что толщина грунта как положено и по жесткости подходит глянец будет сохраняться таким каким я отдам его владельцу потому что усадки не будет происходить нету коржей никаких на элементе и от коррозии металл защищен потому что лежит кислотный грунт я знаю что я сделал на эту работу можно давать гарантию на этом все делать алюминий правильно и не только алюминий не жалейте денег клиента на материал потому что за все вот это платит клиент вы только выполняйте свою работу желаю всем удачи пока